Великобритания открывает фонд ядерного топлива, чтобы уменьшить зависимость от России. Великобритания в понедельник, 2 января, заявила, что фонд ядерного топлива, созданный в июле этого года, теперь открыт для приема заявок. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Reuters. Как пишет издание, фонд будет предоставлять гранты предприятиям, осуществляющим преобразование урана, то есть тем, кто занимается ключевым этапом в процессе создания ядерного топлива из металла. Заявки будут оставаться открытыми с сегодняшнего дня, 2 января до 20 февраля. Размер фонда достигает 75 миллионов фунтов стерлингов или 90,5 миллиона долларов США. Основная цель его деятельности – содействие увеличению внутреннего производства ядерного топлива для электростанций с целью сокращения зависимости от поставок урана из России, который в настоящее время принадлежит около 20% мировых мощностей по переработке урана. Рекордно высокие мировые цены на газ, вызванные незаконным вторжением Путина в Украину, усилили потребность в большем количестве возобновляемой и атомной энергетики, производимой в Великобритании. Это означает потребность в строительстве новых электростанций и развитии отечественных топливных мощностей, заявил министр энергетики и климата Грэм Стюарт. По данным правительства, до 13 миллионов фунтов стерлингов из фонда уже выделены заводу по производству ядерного топлива в Спрингфилде на северо-западе Англии. Снабжение энергии стало ключевым направлением после того, как вторжение России в Украину привело к резкому росту затрат. Запланированное увеличение мощностей для производства электроэнергии на АЭС уменьшит зависимость Британии от природного газа, который в 2021 году обеспечивал около 45% производства электроэнергии, подчеркивает В ноябре Британия заявила, что станет 50% акционером ядерного проекта CZLC, предоставив 700 миллионов фунтов стерлингов для финансирования станции, которую планируется разместить на юго-востоке Англии. Вчера, 1 января, РБК Украина сообщала, что Великобритания полностью остановила импорт жиженного газа из России, начиная с первого дня 2023 года. Кроме того, мы писали, что правительство Великобритании намерено увеличить размер оборонного бюджета на фоне войны в Украине, чтобы не допустить сокращения реального уровня вложений в сферу обороны из-за высокой инфляции. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм. Редактор субтитров А.Семкин